Ребенок как заложник родительских обид. Детская семья пытается через суд решить, с кем будет жить их трехлетняя дочь. Пара жила в гражданском браке несколько лет. Расстались, когда малышке было пять месяцев. По словам матери, отец обеспечивал ребенка частично. Теперь перестал и подал иск в суд. Хочет, чтобы девочка жила с ним. Как объясняет сам, у него лучше жилищные условия. Решить проблему может помочь опекунский совет, но его заседание в очередной раз переносится. Татьяна Милимко, далее. Вот как встречает дома маму трехлетняя Люба, или как называют ее родные Аморита. Так имя малышки звучит на испанском. А как тебя зовут по-испански? Аморита. А скажи, почему Аморита? Потому что любовь Амор. Потому что любовь Амор. Их обычный день проходит в этой комнате, в классическом доме на Молдаванке. Они вместе с мамой живут у бабушки с дедушкой. По плану немного игр и занятия иностранными языками, испанским и английским. Это у нас что? Банана. Банана. А это? Садись. Кэрот. Кэрот. Ложись. Так это означает кэрот, потому что это вот здесь, а лбуз где? Сейчас найдем. Фиг. И все бы хорошо и гармонично, если бы не иск в суде от папы малышки. Родители Любы разошлись несколько лет назад. Какое-то время диалог разумных взрослых был налажен. Затем все испортилось. Папа захотел, чтобы девочка жила с ним. Аргументирует тем, что жилищные условия его бывшей жены значительно хуже его дома на фонтане, в котором для малышки подготовлена детская комната. Там воспитанием девочки займутся няня и бабушка. После папиного искового заявления в домик, где живет Люба, начались проверки опекунских служб. Интересовались, работает ли мама, не пьет ли, не курит. Оказалось, нет. Но заседания опекунского совета назначали регулярно. Их за месяц должно было пройти несколько. Переносят. Я не алка, не налкозависимая. Я водитель, как бы со стажем уже. Поэтому оснований у них нет никаких. Но было предложено председателям опекунского совета с мамой. Ну, пожил ребенок, давайте теперь поживет с папой три года. У них нет никаких оснований на это. У меня есть все документы, которые я везде приношу. На них смотрят. Но все равно вот так, вот так. Все. Любиной маме взялись помогать общественники. Они обеспечивают юридическую поддержку матери-одиночки. Но прежде самостоятельно проанализировали ситуацию. Женщина абсолютно положительная. Поверьте, что мы сталкиваемся с разными людьми. И уже, кажется, глаз наметр. И мы видим, что когда действительно есть проблема, здесь я уже думала, что даже есть, может, какие-то подводные камни. Но на самом деле я их просто не увидела. Мы же прекрасно понимаем, что даже животное, если перемещать с места на место, то для него это стресс. А для девочки, тем более для девочки. Маленькая Любаша или Амарита о ссорах между родителями не знает. Ее главное задание сейчас – подготовиться к детскому саду. Возможно, скоро ей придется выбирать между мамиными объятиями и комнатой полный игрушек. Правда, если не выберут за нее. Следующее заседание опекунского совета перенесли на 26 ноября. Ой, я тебя так люблю. Я тебя люблю, зайка. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин, 7 канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!